у меня вопрос такой почему верующие некоторые не все категорически не идут к врачам по причине да то есть это вообще-то хорошо это или плохо так сразу я хочу немножко расширить вопрос потому что звучит немножко однозначно но все-таки вот есть те люди которые просто категорично принципиально да вот они не тут не идут и все и не пойдут вот вы знаете я вот сейчас николай игоревича слушал и ну вот в контексте темы которые мы говорим об исцелении я сейчас понимаю вот такое что вот если посмотреть в целом на тело христова и в нашей стране в россии в частности а такое ощущение что господь хочет научить нас знаете вот есть навыки которые можно развивать там навык вождения можно развивать там навык игры в какой-нибудь там спорт можно развивать актерское мастерство можно развивать вот мне кажется что нам в россии верующим людям новым творением во христе иисусе важно развивать целенаправленно с господом навык божественного исцеления исцеления больных чтобы каждый верующий в россии каждый верующий в церкви церкви в нашей церкви во всех церквях мог сказать я практик божественном исцелении и вот эта сфера мне кажется что она не всегда осознается так как должно как это есть на самом деле в царстве божьем я к сожалению видел истории когда верующие принципиально не шли к врачам но но и к сожалению их кончина была трагичной я думаю что здесь есть непонимание и непонимание принципов веры в том числе или незрелая вера что вера это как мышца я верю который духовная мышца которую можно развивать и и когда мы входим какие-то моменты перемен пустыни и так далее напомню что наша вера не от нашего ума а вера от слышания а слышание от слова божьего и нам важно когда мы входим в какие-то процессы от господа они или от врага они нам важно с богом в первую очередь сверять господь а что происходит вот эта ситуация которая сейчас оказался вот этот диагноз которым вот эти симптомы это что господь чему ты хочешь меня научить эти вопросы важно задавать господу они своей голове или каким-то людям и это ведет нас в развитие наших близких отношений с господом и это на самом деле ведет к развитию веры потому что то что мы слышим от господа от него лично или через его слово написанное вот это то что будет развивать делать веру нашу зрелой а когда мы идем в каких-то процессах от нашего ума что мы знаем как информацию что-то но это не стало нашей веры не растворилась в нас как и не стала частью нас не стала нашей веры если мы идем знаете вот по как бы по информации знаете почему-то опыту кто-то вот какой-то человек веры принципиален был в чем-то вот я буду как этот человек и это вот вера а бог может быть не говорил тебе так идти и сейчас еще еще один момент затрону что написано что любовь больше веры в 1 коринфянам 13 главы главе иногда люди ставят веру больше чем любовь в отношении своих близких если родители не ведут детей к врачу например не дают им инсулин например да дети не оказывает медицинскую помощь да да но это еще преследуется по закону так на секундочку ну вот и по закону царства тоже это преследуется потому что любовь больше веры нам важно вот вера божья должна быть движимой любовью и не всегда вера это не поль использовать медицину не всегда вера не использовать медицину я согласен с вами антон но смотрите все что вы говорите очень субъективные вещи получается каждому человеку очень субъективно нужно подходить вот к этому а если вот человеку ты смотришь тебе кажется но вот вы говорится загоняетесь извините сходите к врачу пусть вам зубы отремонтируют все будет в порядке и не будете сходить с опухшей щекой и болеть там если вот человек вот есть же люди которые молятся 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 ничего не происходит и к врачу не идут они что думают что они как раз стоят и вере как то есть получается все очень очень субъективно как это тогда оценить как это понять я бы сказал не субъективно лично но лично хорошо лично отношения с богом николай игоревич добавить что то ну я понимаю так даже что есть люди которые не обращаются к врачам через свои какие-то убеждения ну возьмите есть даже динаминации которые там не верят переливание крови которые там не верят сегодня в прививке и в другие разные вещи и все прочее из-за собственных убеждений и не всегда они основаны слове уже вообще как бы не основано слове божье ну основные на ком-то определенном учении которые вкладывали да и они в этом упрямы и они хоть и умирают они все равно к врачам не пойдут лекарств принимать не будет и так дальше я сам не хочу принимать лекарства для меня очень жестко когда я даже там от головы таблетковый для меня это очень жестко я не люблю не о том что я не люблю медицину я понимаю медицину принимаю ее я верю что и руки врачей от господа да и может бог использовать врачей по крайней мере я то пережил на своей жизни переживаю тяжелейшую операцию которую я прошел три года назад вот но я верю что как бы я понимаю что есть такие люди которые реально не идут к врачам из-за своих убеждений как бы но не всегда библейский даже поэтому я считаю что это утопия я считаю что так делать нельзя потому что если бог аслицу использовал чтобы пророка вернуть на место поставить да то я верю что бог может использовать врачей да в том же числе и на рождение ребенка да возьмите сколько акушера повивали бабок так называемые до ветхом завете да и и докторов врачей которые помогают рожать и принимают роды и детей тогда же все это очень важно и все это мы должны быть с благодарным сердцем поэтому я как бы уверен что мы должны верить а прежде всего вера движимой любовью сто процентов о чем мы говорили чуть чуть раньше да потому что если есть любого то уходит всякий страх и паника и человек даже вот даже многие врачи свидетельствуют что если человек заболел то прежде всего смотря на его диагноз смотрят на его внутреннее состояние духа это точно насколько он готов нас да насколько он готов жить жить насколько он внутренне готов жить насколько он желает этого и насколько он в духе бодр противостоять болезни и это намного больше побеждает чем даже само лечение медициной вот поэтому мы как верующие люди мы должны верить и мы должны вообще принять вот этот инструмент любви божией который загоняет всякий страх панику и чудо действенной силы крови иисуса христа в исцеление наше что ну другие даже но не должны быть даже разговором на эту тему кроме вот вот этих инструментов а то что люди не хотят идти к врачу конечно это их личное мнение как стал антон есть люди которые станет я не хочу например я знаю даже свидетельство когда человек сказал просто отключите меня от аппарата и все я ухожу домой попрощался со всеми и сказал это даже может быть каким-то откровением это может быть да но это личное движение я не хочу осуждать это да я не хочу как-то там спорить с этими людьми пусть их господь благословит и ведет вот но если ты можешь воспользоваться лучшим воспользуйся почему нет почему нет хорошо спасибо принято я хотел бы зачитать несколько ответов от наших зрителей напомню вопрос для наших зрителей звучал так если услышали что делать если узнал о тяжелом диагнозе и какие какие шаги предпринимать и что делать руслан пишет остается только молиться в общем то логично давид противостоять твердой верой лина кудрявцева обсудить это с богом у иисуса обычно другой диагноз а вот алексей разумовский просто пишет лечиться если узнал о тяжелом диагнозе лечиться илья савичев рассказать самым близким родственникам кстати вот этот момент вот рассказать самым близким родственникам это же вот тоже такой двоякий момент кто-то наоборот скрывает и держит в себе я также знаю тоже пасторов которые вот они знали диагноз я только хотел сказать узнали диагноз пасторы вообще скрывают чтобы неверующие не знали или церковь не знала потому что ну вдруг это бог наказывает так вот как а вот так вот ну а так разные же моменты а как почему почему болезнь почему болезнь почему три друга иова пришли и сказали мы знаем почему хотя семь дней сыпали песок на голову нам пыль да прах и все равно сказали мы знаем почему ты так понятно почему ну просто по-другому не приходит если бы ты был нормальный перед богом ты бы не болел а раз ты достиг такого уровня чтобы тебя наказали то терпи то же самое происходит я тоже знаю таких пасторов которые никому не слова не родственникам не церкви никому я считаю что это утопия неправильно неверно то есть важно тогда что важно найти людей которые тебя поддержат которые будут не знаю там сражаться вместе с тобой которые поддерживать тебя в этих родственники прежде всего семья это же кто свои самые близкие люди которые возьмут пост молитву протянут руку помощи поддержат в трудную минуту ободрит тоже важно чтобы ты понимаете самые тяжелые вообще вот люди болеют которые знают они закрываются в одиночестве они уходят просто в одиночество все это смерть потому что дьявол желает тебя как раз и ввести в одиночество а мы как тело иисуса христа мы взаимосвязаны связями прямо отличается труп от живого человека связками понимаете даже если кремирует человека вы это наверно знаете да вот его кремирует там он все равно машет руками ногами уже как бы это нет мы этого не знали я я я знаю это я слышал на жизни определенно точно знаю почему потому что нервное окончание еще как-то там где-то работает уже в мертвом теле до когда мозг умер а почему потому что они связаны мы связаны друг с другом и вот эти связи взаимоскрепляющие они же делают иммунитет вере поэтому если почему иисус сказал если двое или трое согласятся просить у отца во имя моё то знаете что получите потому что много может усиленная молитва праведника усиленная молитва эту молитва многих это молитва тела христова это ходатайству это очень важно когда мы смиряюсь потому что это нужно иметь смирение чтобы попросить кого-то помолиться а люди год горды они закрываются сами себе они ну я пройду я и так дальше да это не неверный путь поэтому обязательно нужно обязательно нужно ходатайство обязательно рассказать всем и церкви сказать молитесь да будут какие-то там кто будет смеяться или там говорит да 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 мы знаем как ему и надо и так дальше ну это всегда было и у иисуса это было и и у других это было поэтому очень важно иметь поддержку очень мы связаны навеки хороший ответ антон у вас были такие вот ситуации когда вы молились за людей которые скрывали вообще и свои диагнозы и свое состояние не было не помню такого окей то что слово божие истинно и верно вы знаете в техасе есть очень высокого уровня институт медицинский где исследуют рак во всех его стадиях и проявлениях от мозга тут там разные виды рака и вы знаете что там проводили исследования и пришли вот какому выводу слово божье говорит что радость пред господом это наша сила и вы знаете что эти люди которые исследовали рак они заметили что когда даже неизлечимо больные люди раком начинают радоваться смеяться то в клетках рака начинаются обратные процессы организм начинает вырабатывать два вида гормонов очень очень полезных для нас и то есть это как будто вы знаете как будто перезагрузка компьютера происходит в организме начинаются обратные процессы и та методика ну то что они используют химиотерапия еще что-то то есть это начинает действовать еще более эффективно у этих людей высокий уровень жизни ну хороший уровень жизни дольше продолжительность жизни то есть это один из таких моментов где действительно ну хорошие врачи нужны везде и вы знаете что даже евангелисты известные по всему миру орал робертс то есть он переносил какие-то операции есть определенные пределы нам нужно идти здравым путем нам не нужно быть безумными если вам поставили какой-то диагноз конечно первое наше упование это на бога но мы идем к врачу мы делаем то что он нам говорит но мы не оставляем надежды на бога мы продолжаем молиться но уповать не на врачей не на лекарства не на лечение а на бога мы встаем крепко на слово божье и первое когда человек узнает какой-то страшный диагноз там или любой диагноз первая реакция я не согласен с этим просто когда мне врачка однажды сказала какой-то диагноз у меня все суставы в теле заболели однажды от переохлаждения на евангелизации она сказала у вас там на всю жизнь всю артрит все там просто полный капец простите за выражение и она сказала все у тебя там какая-то лечебная гимнастика тебе там какие-то таблетки там еще что то я сказал я не согласна я не соглашаюсь с этим я верю в то что бог мой целитель и вы знаете что потребовалось достаточно много времени то есть там месяц может быть да я принимала лекарства но я исповедовала каждый день слово божье я принимала слово божье как лекарство несколько раз в день я проразглашала местописание которое говорят об исцелении несмотря на симптомы нельзя соглашаться с симптомами если вы переживаете боль а была дикая боль я не могла не ходить вообще ничего делать не могла я почувствовал что у нас даже вот здесь суставы везде есть я не знала что тут у нас и везде есть суставы то все болело и знаете что я стояла на словом божье я я просто провозглашала его и вы знаете что в один прекрасный день я замечаю что я забыла что вот это все со мной было да я ходила в спортзал я качалась я поднимала хороший вес нормальный то есть не не надо безумие какое-то устраивать из этого всего но я не прекращала какое-то время лечения то есть я прекратила когда я поняла что все у меня такой вопрос может где вот есть этими эти пределы когда вот в принципе ну я такой что мы пришли к общему мнению что в принципе к врачам ну нормально идти это ничего такого нет но где есть какой-то предел когда что-то мы делать не будем например у меня есть друг и когда они забеременели они пошли к врачу там ну как обычные процедуры все им поставили диагноз плохой ребенку им предписали медицинские абортирования медицинский аборт по по медицинским показаниям они остановились и как верующие люди они были реально в серьезной дилемме как поступать так или так вот на самом деле я уверен что кто-то сейчас наверняка тоже стоит вот в этом положении и не понимает как ему поступать потому что с одной стороны это убийство с другой стороны это чревато такими определенными последствиями для ребенка и для матери соответственно где вот этот предел что мы что-то мы слушаемся и делаем что говорят врачи а где-то мы говорим нет я сам николай ну я знаю вот наш действующий епископ у него родилась двойня и врачи говорили что он не будет жизни нужно и абортирование нужно и все прочее да но они не послушались не послушать врачей доверили господу у родили на один ребенок родился сын хороший другой по сей день в юлином кресле то есть уже 20 с лишним 25 лет вот но я однажды спросил его вот ты как смотришь на это вот и как живешь он сказал что абсолютно все из руки божьей и эта ситуация меня просто научила сильно людей любить людей поэтому я абсолютно верю что если мы доверяем богу даже если у нас бывает и негативный какой-то исход а но если мы доверяем богу то римляна 828 сказано что любящим господа призванным по его изволению все вот этого слова сочетания из трех букв все содействует ко благу если человеческий разум спорит с этими говорит как все не все господи вот это точно нет но господь говорит все и однажды господь иисус сказал петру сейчас ты не понимаешь но уразумеешь после поэтому есть вещи которые мы не понимаем а поймем может даже вечность но вопрос доверия богу этого наше сыновство в нем если мы рождены если мы сыны они наемники то мы будем доверять богу веряя абсолютно все его божественную волю для нас и будем благословлены то есть все таки нужно оставаться верным принципам сто процентов не убей не убей оставаться верным принципам и не сходить с этого пути и невзирая абсолютно ни на что оставаться верными бог все равно покажет свою славу если не здесь на земле то в вечности точно но это героизм определенный и это ну как геразметка определенная вера движимая любовью ну и путь конечно дачи пути сложный но у нас вообще нет легких путей следование за христом нет легких путей как я говорил все эти пути трудные сложные они как раз и делают нас сильными вот есть понимание того что какие-то вещи делают на слабыми там и желает нас убить или там разуверить нас в чем-то и так дальше это абсолютно но я думаю дьявольский замысел и дьявольская теория почему потому что все содействует ко благу и все делает тебя намного сильнее и намного мощнее чем было до того как ты был без проблем или там без болезни поэтому а господь воздаст тысячи крат он даятель светлана что вы что дополните на эту тему а я полностью согласна знаете есть такие случаи когда недавно наш пастор был в одной церкви и там родился ребенок то есть я точно не могу сказать какой диагноз но ему три года сейчас и он даже глотать сам не мог ему отказ откачивали через каждый час его родные слюну то есть он постоянно круглые сутки под присмотром но они доверяют в то что слово божье истинно и верно они провозглашают об этом ребенке слово божье так вот наш пастор михаил палыч он также приехал и помолился за этого ребенка и потом спустя время они звонят и говорят этот ребенок он лежал просто без как сказать без движения они сказали ребенок перевернулся и поднял голову то есть вы знаете я верю в божественное исцеление в божественные чудеса нам нужно стоять на этом чтобы мы увидели это однажды конечно это потребует может быть какого-то времени